Всем привет! Это будет распаковочка заказа совершенно небольшого, 8,5 баллов этот заказ, но в нем самое необходимое, без чего я уехав из дома, ну просто не смогла обходиться и все это купила здесь. Слава богу у Фаберлик есть такая возможность, где бы ты ни находился, имея свой личный кабинет, ты просто меняешь пункт выдачи и получаешь свой товар там. Ну вот я немножко насобирала небольшой себе заказ и, кстати, туда попали товары из раздела остатки сладкие до минус 80% и действительно там были хорошие цены. Я кое-что себе заказала и сейчас проверим сроки. В таких акциях всегда больше всего интересуют сроки годности, да, потому что мы предполагаем, что наверняка нам сливают что-то уже на грани просрочки. Ну и начнем с того, смотрите, что я купила повторно. Домой я уже такое средство купила, но не успела попробовать, уехала. Решила купить здесь попробовать и это новый чистящий крем универсальный для кухни и ванной и уже я посмотрела на него обзоры и оказалось, что ну уступает он всем другим средствам от компании Фаберлик. Ну я предполагала, что будет уступать, потому что крем это всегда нужно прилагать усилия. Ты должен тереть, ты должен наносить, ты должен все это немножко там, не знаю, отскребать там еще что-то, да. У нас же все средства Фаберлик, которые выпускаются, выпускались до этого и выпускаются сейчас, они направлены на то, чтобы ты ничего не делал, кроме как нанес и смыл все. А здесь крем, тут есть, как я понимаю, какие-то абразивные частицы небольшие, но я думаю, что он по типу крема для чистки металлических поверхностей, очень деликатный скорее всего здесь есть абразив, еще не пробовала. Но я видела, как об этом говорили другие блогеры и, конечно же, это подразумевает, что нужно тереть. Я вот этого терпеть не могу, но взяла попробовать, то есть это уже второй флакон на пробу и будем тестировать, но попозже. Сейчас в машине мне просто не на чем. Дальше заказала кондиционер, вот этот. Сейчас по акции всего три варианта и я выбрала самый такой для меня ненапрягающий по аромату. И это защита цвета и волокон, два в одном здесь. Ну, честно, для меня все кондиционеры примерно одинаковые, но я их только меняю по аромату. Какое вышло яркое солнышко. И вам видно мою селфи-палочку с телефоном. Дальше заказала средства для чистки ванной комнаты. Ну, это просто... я без него вообще не обхожусь. Я им чищу не только всю ванную комнату, вот просто сверху донизу, да. Еще и стиральную машину, лоточек для порошка, там бывает порошочек, ну, где-то прилипает. Или кондиционер, вот отсек для кондиционера бывает такой уже, не знаю, там кондиционер этот портится или что, он становится серо какого-то черного цвета. В общем, вот это все через несколько стирок я вытаскиваю этот лоток и промываю. Также мою поддоны, которые в кухне, куда стекает вода с тарелок. Вот у кого есть поддоны, есть такие сушки для посуды, которые сразу в раковину, то есть там нет дна и стекает все в раковину. У меня такого нет, у меня закрытый шкаф и стоят поддоны. Конечно же, эти поддоны со временем, вот эта вода, которая стекает с тарелок, она засыхает и оставляет налет такой водяной. Вот это все я смываю этим средством. Замечательно, единственное, что вот эту крышку меняю на крышку пуш-пул. И вот в этот раз не заказала, забыла совсем про нее, что я не думаю, что у меня ее нет. Нет, обязательно закажите, распылители в виде спрея я не рекомендую, потому что очень активные кислоты содержатся в этом средстве. И если вы их будете распылять, волей-неволей вы их будете вдыхать. Вашим дыхательным путям кислоты совершенно не к чему, поэтому, ну, тут, конечно, каждый сам выбирает, кто-то говорит, а мне все равно. Ну, а я вот, я не могу, поэтому я использую крышку пуш-пул и я использую губку, не тряпку. Тряпкой почему-то хуже смывает, а вот губки, которые с одной стороны поролоновые, а с другой стороны, ну, какие-нибудь такие более жесткие, вот такие губки использую и замечательно все отмывается. То есть я нанесла, подождала 5 минут и смыла. Все, я ничего не тру, никаких там действий лишних не совершаю, оно прекрасно справляется. Дальше, купила мыло для кухни, тоже не могу без мыла совершенно. Вроде бы средство тоже мыльное, но нет, вот этим мылом хорошо отмывает жир со сковородок. Убирать всякие посторонние запахи с досок, с ножей, с посуды. Чеснок, рыба, специи, вот это все прекрасно убирается. Минут на 5-10 нанесите средство, потом смойте. И ничем у вас ничто пахнет не будет. Дальше, купила крем-гель для душа, лакрем. И девчонки написали в комментариях, что шампунь из этой линейки вроде как выводят из каталога. Я ничего не поняла, девочки, это мой любимый шампунь. Как так, откуда информация, скажите, если кто-то вот это слышал, такую информацию, кто-то знает, поделитесь откуда. И почему? Я вот просто из вот этой линейки конкретно с миндалем, с миндальным молочком, шампунь. Я его обожаю за то, что он держит целых два дня волосы чистыми. И я не знаю, что буду без него делать. Ну и из этой же линейки заказала крем для рук. Я с собой не повезла. Вот эти все штуки, которые можно заказать в любом месте. И пусть они будут. В общем, заказала еще такой же крем. Очень его люблю. Он приятный. Кстати, он зафольгирован внутри. Я решила прямо сейчас его нанести на руки. Но он зафольгирован. Его нужно открутить и убрать фольгу. Дальше. Заказала бальзам для стоп гладкие пяточки. Да что же у меня валится все. Тоже вот я его заказываю и использую постоянно. И ко мне прилетел острикозам на стекло. Такая красотка. Бальзам обожаю. И, конечно же, заказала. Дальше. Заказала два крема. Эфитокрем 60+. Ну, мама у меня противница дорогих кремов. Она считает, что везде все одинаковый состав. Конкретно об этой линейке я слышала только положительные отзывы. И решила ей заказать. Пусть попробует. Я ей покупала абсолютно разные линейки. Она говорит, что все одно и то же. Ну, я не могу ее никак переубедить, что не одно и то же. Ну, она говорит, что я люблю крем за 30 рублей. И все ее невозможно никак переубедить. Поэтому, ну, вот купила ей попробовать ботанику. Не знаю, понравится или нет. Но я только хорошие отзывы слышу именно о 60+. Дальше. Заказала мыло. Ну, что ж я? Мыло зачем покупать в магазине, когда есть Фаберлик? И, конечно же, заказала олива, бергамот. Ну, выбрала тоже мыло из тех, что у нас сейчас есть по акции. Хотела еще с розой взять. Но его не было на складе по автозаказу. Надо было ждать. Какой-то невнятный аромат. Надо, наверное, его все-таки в действии протестировать. А так я даже не понимаю, что там. Заказала маме пилку. У нее обычная металлическая пилка. И я сказала, нет, надо пользоваться уже современными, красивыми. И те, которые просто за одно движение спиливают, сколько тебе нужно. Конечно, стеклянная пилка. У меня такая есть в использовании. Я ее очень люблю. И, честно, уже на другие пилки даже не смотрю. И заказала маме. Она стеклянная. Будьте аккуратны в использовании. Не роняйте, потому что это стекло, и оно бьется. Поэтому приходит в такой пузырчатой пленке. Антистресс для кого-то такая пленка. Заказала себе тушь Fly Lashes. Думаю, пускай будет. 159 рублей. Но у меня никогда не бывает лишней. Давайте посмотрим, какого срока она пришла. Здравствуйте. Здесь все здороваются. Так, она пришла у нас от 22 июня 2019 года. Ну и остались два товара, которые я купила в остатках сладких. Слад... в сладких остатках. Так, блеск для губ Lolli Lips я купила. 47,84. И изготовлен он в августе 2017 года. Давайте посмотрим. Срок годности 2,5 года. Август, сейчас сентябрь, 2,5 года. Прошло сейчас, пусть мы будем считать год и месяц, еще 5 месяцев до окончания срока годности этого блеска. Ну и мне, кстати, хватит. Ну и давайте посмотрим, как он выглядит. Как раз такое солнышко. Мы посмотрим, как красиво он блестит на солнышке. Если его разнести потоньше, он практически незаметный. Практически. Если его набрать чуть побольше, то можно придать небольшой буквально оттенок губам. И очень красиво смотрится. Просто, просто замечательно. Я думаю, вам понравится. Это, мне кажется, самый нейтральный из всех блесков Lolli Lips. Он, видите, им невозможно добиться какой-то супер яркости, супер там цвета какого-то. Но дает он красивый оттенок губам. Он у меня, кстати, был недавно в пустых баночках. Давайте я вам нанесу поверх. У меня сейчас, кстати, помада Миллион Переливов в оттенке. 0,79, по-моему. Не очень много набирается на кисточку. Вот это единственный минус этого блеска, что его приходится постоянно... Вот от верхнего губа без блеска, нижняя с блеском. Мне кажется, очень красиво получается. Так, ну и карандаш. Я купила еще один каял. Оттенок 52,36. И где же здесь найти срок годности? Вообще, бывают ли у карандашей сроки годности? Не знаю. Давайте сейчас я пытаюсь... Это коричневый оттенок, но у меня уже есть ярко такой, да, насыщенно коричневый. Так, вот я вдираю этикетку и ищу сроки годности. 2,5 года с даты изготовления. Тоже 2,5 года. Еще бы найти дату изготовления, потому что я ее категорически здесь нигде не вижу. Девочки, дату я не вижу. Ну ладно, давайте протестируем оттенок. Я уже вчера доставала и смотрела и удивилась, что здесь есть прям такой перламутр. Мне это не понравилось. Я перламутр не люблю, но посмотрим, как будет на глазах. Надо будет как-нибудь снять макияж и посмотреть, как он будет на глазах. Ну вот этот, видите, такой немножко сероватый какой-то металлический оттенок мне уже сейчас не нравится. Ну а на глазах посмотрим, как было с карандашом из линейки Секрет, которая сказала, фу, он розовит, и я им не буду красить. А в итоге набрала побольше, потому что он мне очень-очень даже подошел. Ну для такого естественного нюдового макияжа, мне кажется, подойдет, кто не любит ярко выделять глаза, вот такой каял точно подойдет. Ну и красит он немножко жестковато по сравнению с другими, да, вот у меня инзумрудный, синий каялы, оливковый. Они прям при небольшом прикосновении уже оставляют следы. Этот вроде тоже оставляет при небольшом прикосновении, но все-таки, чтобы более-менее темную линию провести, нужно поднажать на него. Так, ну вот все, в принципе, весь заказ я вам показала. Дату выпуска карандаша я так и не нашла. А, вот, вот, август 2018 года. Вот, оказывается, где это написано очень красивым золотым шрифтом. 08.2018 получается карандашу 1 год и 1 месяц. А 2,5 года заявлено, получается, еще год и 5 месяцев есть в запасе для того, чтобы его использовать. Предостаточно, абсолютно. Поэтому никакой просрочки здесь у меня в заказе не нашлось по акции. Ну и все. Все, что я заказала, я вам показала. Большое спасибо за очередной ваш просмотр моего видео. Надеюсь, что-то было вам полезным. С вами была Марина Соловьева. Всем пока.